В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Василий Колдин, директор Рязанского художественного училища имени Вагнера. Здравствуйте! Здравствуйте! Сто лет исполнилось училищу, такая знаменательная дата. Расскажите, каких специалистов Вы сейчас выпускаете? Сейчас мы выступаем в две специальности – это живописцы и дизайнеры, промографики. Но на каждой из этих специалистов мы еще даем дополнительную, это педагогическую. Они имеют право преподавать в детских художественных школах, в изостудиях, учить детей избранителям искусства. А самые знаменитые выпускники за эти сто лет? Если кратко. Нет, их очень много, и я боюсь кого-нибудь обидеть. Но одни уже, да, а другие действуют. И среди них сейчас академии, академики и члены КОР, Академии художества Российской Федерации, и профессора вузов, и много-много чего. И народные художники заслуженные. Вот в этом зале позавчера многие из них присутствуют. Но фамилии я называть не хочу, потому что я кого-нибудь не назову, и это будет обидно. А преподаватели сейчас работающие у вас в училище, тоже ваши выпускники? Конечно, да. Все 100% наши выпускники. И в детских художественных школах это 99% наши выпускники. В области, в Рязани. Очень много в Туле. В Туле работают, в других городах, даже за границей. А если поговорить поподробнее про дизайнеров, вообще как появилось это направление у вас? Раньше, когда еще был Советский Союз, это называлось художественно-оформительское отделение. Вот они оформляли наглядную агитацию. Сейчас это дизайн более серьезно, более широко и более узко в смысле подготовки. Это промографика и реклама. Мы готовим людей, которые разрабатывают фирменный стиль. Могут сделать книгу, могут сделать себе альбом. Это серьезно. И они все востребованы. У нас большой конкурс на это отделение. А сколько человек? В конкурс? В среднем в училище это 4 человека в этом году было. Но он растет с каждым годом. А было совсем плохо. Один к одному в какие-то там лета, вот когда было. Такое совсем всем плохо, всем учебным заведениям. У нас все. Мы спокойно набирали. Ну а сейчас уже конкурс. Оснащение техническое вы сами закупаете? Ну почему? У нас министерство, мы учредители, это министерство культуры и туризм в Арзианской области. Они у нас, нам выделяются деньги на компьютеры, на другое оборудование. Вот к столетию мы отремонтировали вестибюль, входную группу. Там сейчас у нас очень все красиво. Нам дали... У нас ведь отнялище, на Щедрина у нас был костел. Это много-много лет он был, как учебный корпус. И у нас мы его отдали верующим, в конце концов. Но нам дали взамен здание рядом, улица Ленин, 34. И мы сейчас вообще хорошо... У нас есть свой выставочный зал, Артрум, на улице Стройкова, 90. Просто не каждое художественное училище, Российская Федерация может похвастаться тем, что у них есть отдельный выставочный зал. Как часто выставки проходят студенты? Постоянно не прекращаются. Сейчас проходит выставка вообще шикарная. Это там преподаватели и выпускники по приглашению, то есть отбор. Там представлен очень интересный художник Сергей Ковригин. Двумя вещами из музея нам дали. Там вещи серьезные, очень красивые. Народного художника и члена-корреспондента Академии художества Минкина. Там три вещи нашего преподавателя, который долго работал и очень хорошо работал. И очень хороший художник это Ковалев Александр Михайлович. И другие-другие. Я так боюсь опять кого-то забыть и буду виноват. И наши преподаватели, ныне действующие тоже. Там живопись. Потому что те, кто преподает на дизайне, тоже занимаются живописью. Живопись это. Как посетить эту выставку? Она бесплатная? Конечно, бесплатная. Улица Острокова, 90. Можно прийти и просто посмотреть. А вот в эпоху повального увлечения высшим образованием ваши студенты куда идут дальше учиться после окончания? Наши студенты успешно поступают в Институт Сурикова. Теперь это Академия. Академия в Петербурге имени Репина. Потом две такие шикарные Академии. Строгановка. Тоже теперь Академия. А в Санкт-Петербурге Штилец. Это высшее учебное заведение. Очень высокого класса. И мы все заканчивали. Преподаватели все заканчивали эти вузы. Вы за своими учениками как следите за их судьбой? Куда дальше пошел? Чего нового добился? Ну вот, конечно, следим. Мы, потому что мы еще и отчитываемся. Но позавчера, 19 числа, у нас была филармония, грандиозное такое мероприятие, посвященное 100-летию. И там филармония 700 мест. Все было забито выпускниками. И они сейчас еще идут, встречаются. У меня рука устала здороваться. Ну, самое какое для вас важное пожелание? Выпочникам? От них. От тех, кто приехал к вас поздравлять. Ну, продолжать. Продолжать то, что сделано. Здоровье. В общем, вот такие вещи. Общечеловеческие. Для них, для всех, для нас, для всех училища это особые годы. Потому что юность, потому что учебное заведение маленькая. А атмосфера совершенно другая, нежели в школе. Люди приходят, дети из школы приходят, они теряются. Это совсем другой мир. И поэтому у всех это как подарок судьбы. Там будут, они подумают, художники не будут. Но эти годы, вот это подарок судьбы для всех нас. А как вот эту атмосферу удается сохранить спустя вот такие долгие годы? Там требования разные к образованию и так далее. Это такая среда. У нас люди такие. У нас люди, у нас студенты такие. Они плохие, хорошие, как всегда там. Они там нарушают дисциплину. И мы там копейки какие-то, но исключаем. Бывает и так. Но в основном это приходят люди, дети, которые очень хотят научиться рисовать и писать. У них глаза горят. Это совсем другой слой вот среди молодежи. И с ними работать очень интересно. Я люблю работать. Да и как все мы... И вообще я сейчас... Раньше было немножечко по-другому. Потому что в училище художники серьезные шли для того, чтобы получить какую-то стабильную зарплату. А преподаваемые, когда-то потом... Ну, все равно результаты были хорошие, конечно. Ведь в основном учебные процессы в таких учебных заведениях, музыкальных. Это передача мастерства от мастера к ученику. Но сейчас немножечко все сложнее. И сейчас я собираю такой коллектив, который бы прежде всего любили преподавать, любили студентов. А творчество, да, нужно совершенствоваться. Ну, как-то вот это не самая первая задача все-таки. Но постепенно, постепенно у нас... Я бы не сказал, что мои преподаватели, мои коллеги, они потенциально ниже там по творческому уровню, чем те, которые вообще ничем не занимаются, кроме как творчеством своими. Просто как-то надо так организовать и свое время, и учебное время, чтобы у них была возможность совершенствоваться. И они выступают на всяких уровнях, на выставках и всесоюзных, и областных, и достойно выступают. Ну, это и картины детей, и дети тоже своего рода достижения, да, их успехи. Конечно, конечно. Я даже не знаю. Я много лет работаю. 40 лет я директор, и больше, чем 40 преподаватель. Ну да, я что-то написал, да, вот сейчас у меня персональная выставка, все меня там хвалят, все такое прочее. Но если бы я не преподавал, я бы был обеднен в своей судьбе. Все-таки мои ученики, мои студенты, они дают мне очень большой заряд жизненный. Вы чему-то тоже у них учитесь, да? Обязательно, конечно. Конечно. Их только надо раскрутить, их надо, в них надо вселить веру, как и делал мой учитель, Василий Горчик-Уракин, веру, что они талантливы, что они художники. Ну, чтобы не зазнавались, конечно, свой талант надо поддерживать хорошим таким трудом, но все равно. А вообще сложно совмещать руководящие должности и должных преподавателей? Очень сложно. Очень сложно, потому что и там, и сям надо как-то быть очень ответственным иногда. Но перед студентами просто стыдно, когда у тебя занятия, а ты бежишь там какие-то делать другие дела. А перед административными опасно. Не сделаешь, наворочаешь что-нибудь, там, вот же и финансовые дела, и кадровые. Очень сложно, но вот 40 лет получается. Я надеюсь, еще какое-то время получится. Ну, есть какие-то у вас, может быть, планы по развитию дальнейшего учения? Учебного заведения? Да, учебного заведения. Может быть, что-то хотелось вам еще в новое внести, какое-то новое дыхание? Ну, в новое внести мне очень много чего хочется. Ну, как получится, я не знаю. Это связано и с финансами. Ведь сейчас все очень четко. Есть государственные задания по определенной специальности. Надо еще сначала решить, нужна ли это, будет она востребована, эта специальность. Выгодно ли государству вкладывать в нее деньги? Это все. Но вообще регион, я думаю, что вот регион развивается, и развивается педагогика, развивается учебное заведение. И они должны реагировать. Что нужно развивающимся регионам? Очень интересно все это. Это очень интересно, и перспектив много. Ну, вот такие конкретные, мы будем развивать вот такую специальность. Я не могу так сказать, это безответственно, так сказать. Мои желания, они, я бы и театральное искусство открывал здесь, и дизайн пошире, дизайн среды, дизайн предметный, дизайн. Много чего бы хотелось, но надо, чтобы это было востребовано. Просто вот так, в пустоту. Но все-таки вот дизайнеры ваши, они все же трудоустраиваются. По этой специальности, да, это востребовано. Они прекрасно конкурируют на этом рынке, даже не оканчивая художественных вузов, высшего учебного. У меня полно примеров, когда только с нашим образованием люди успешно, очень успешно работают. И у них есть, у некоторых есть свои фирмы, и в Рязани открывают свои фирмы дизайнерские в других городах успешно. Ну, это значит, был талант, и вы смогли его развить? Конечно, были способны. Дизайн все-таки такая вещь, которая требует не только таланта, но и мобильности мышления, фантазирности. Сейчас ведь на компьютере можно все, что угодно сделать, даже используя шаблоны, можно даже не задумываться. И требования к дизайнеру сейчас несколько другие, чем лет 15-20 назад. Нужны идеи, нужны креативные мышления. Ну, вот что мы тоже пытаемся делать. Параллельно с тем, чтобы они умели все делать еще и руками, и на компьютере. В гостях программы «Городские встречи» был Василий Колдин, директор Рязанского художественного училища имени Вагнера. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Я с вами прощаюсь на этом. До встречи на телеканале «Город».